Ахо, мои дорогие, готовимся к теме партнерских отношений и будем учиться грамотному общению с противоположным полом. Это видео для женщин, и это видео для того, чтобы рассказать вам немного о том, как мы сами усугубляем определенную ситуацию, определенные обстоятельства. И чаще всего это в том месте, где мы хотим сказать о том, что нам важно, о том, что у нас болит, о том, что мы хотим. И по моим наблюдениям, большинство женщин упаковывают свои желания в претензии. То есть она хочет, чтобы он ее обнял, но при этом она говорит, ты никогда меня не обнимаешь. Она хочет получить от него защиту, поддержку, она говорит, ты меня никогда не защищаешь. Она хочет пойти в ресторан, она говорит, мы никогда не ходим в ресторан. И так далее, и так далее. Первое, это путь просто в никуда, потому что первое, что сделает мужчина, у которого нападают в силу своей поляризации, он будет защищаться. Ну, так они прописаны, так они устроены, так они сконструированы. Поэтому это изначально, путь в не туда. И о том, как это правильно делать, мы будем говорить в каких-то там следующих наших видео, где-то, где мы будем про вот эту коммуникацию отдельно общаться. Я же хотела сейчас остановиться на вот этих никогда, всегда, вечно. Дело в том, что это слова безвременья, это слова-коды, которые кодируют, прописывают адрес того, что вы говорите в той мерности, в том времени, где этому будет место. И так как у этого нет срока годности, у этого нет времени, то вы автоматически прописываете это в квантовом пространстве, вы прописываете это в тонком плане, соответственно, он как бумеранг приходит, вы очередной раз утверждаетесь, ну да, так и есть. Опять говорите вечно, никогда, всегда, как правило, обычно, и снова-таки закидываем это туда, в квантовый мир. И вот так вот мы с вами играем в пинг-понг определенный с линией времени. И самое интересное, что если вы попытаетесь хотя бы не использовать эти слова, вдруг окажется, что наш лексикон, знаете, девочки, как у Элочки Людоедовой, в этом месте очень-очень маленький и неразветвленный. Потому что окажется вдруг, что мы не знаем, куда эту пропись дать. И поэтому в лучшем случае мы находимся, как сказать, обычно, чаще всего. И я бы хотела, чтобы вы под этим видео не просто почитали, поразмышляли, а предложили свои варианты, какими бы словами вы меняли всегда, никогда, вечно. И все подобное, что относится к вот этой вот линии безвременья. И мы, возможно, с вами вместе найдем альтернативу для того, чтобы, раз уж нам и нужно сказать, что у нас этого нет, и мы этого хотим, то хотя бы не забрасывать это туда, даже не в далекое будущее, а во все времена и во все линии. Потому что вот это вот всегда и вечно, это начиная от сейчас, прошлого, настоящего и, естественно, будущего. То есть вы сразу рассыпаете эти семена везде, они прорастают, мы опять в них убеждаемся. Поэтому давайте сейчас будем строить наше помилийское царство на хороших семенах. И как минимум будем учиться находить хорошие адреса тому, что нас волнует прямо сейчас. Пишите, с удовольствием буду читать, с удовольствием буду размышлять над этим. И вместе мы будем находить хорошее решение для нашего помилийского счастья. С вами ваша Эва и до встречи!